всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра грузия ответит украине если саакашвили займет пост премьер-министра перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска премьер-министр грузии георгий гахария заявил что его страна отзовет посла в киеве если бывший грузинский президент михаил саакашвили станет вице-премьером украины гахария заявил что подобное неприемлемо для тбилиси так как саакашвили приговорен в грузии за тяжелые преступления и не может быть стратегическим партнером мы пока не отзывали посла но если такое решение будет принято конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций подчеркнул грузинский премьер на это украина успела ответить глава украинской парламентской фракции слуга народа давид арахами раскритиковал обещание тбилиси отозвать своего посла в киеве для консультаций если экс-президент грузии михаил саакашвили будет назначен заместителем председателя правительства украины депутат верховной рады заявил что никакие внешние силы не имеют права давать киеву инструкции для ведения кадровой политики и предупредил что у грузии будут проблемы в случае отзыва посла это же не сша которые говорят у вас будут дипломатические проблемы это грузия надо об этом не забывать пояснил украинский парламентарий назвав риторику тбилиси политической агрессией накануне саакашвили встретился с фракцией слуга народа и ответил на вопросы депутатов а затем и журналистов из слов политика стало понятно что на посту вице-премьера он намерен заняться экономикой и переговорами с международным валютным фондом президент мне поручил заниматься переговорами с мвф с международными финансовыми организациями украине нужна намного большая помощь чем она получает сказал грузинский политик экономическая ситуация в стране действительно ставит вопрос о предоставлении помощи от мвф в категорию первоочередных в 2020 году украине надо выплатить 17 миллиардов долларов внешнего долга двухлетняя программа фонда предусматривает выплату киеву в размере 5,5 миллиарда долларов для этого украинское правительство должно выполнить оставшиеся условия принять закон о недопустимости возвращения банков их бывшим владельцам инициатива в первую очередь направлено на олигарха игоря коломойского и национализированный приватбанк сам саакашвили рассказал о взаимопонимании с зеленским он отметил что долгое время общается с президентом украины по разным вопросам по всем вопросам у нас почти сто процентов взаимопонимания и я хочу его поддержать добавил саакашвили он уточнил что не просила посте вице-премьера украины это предложение поступило от зеленского кроме того грузинский экс-президент рассказал что также общался с премьером украины денисом шмыгалем примечательно что еще два месяца назад саакашвили критиковал работу зеленского и заявлял что она провальная в эфире телеканала 112 украина бывший губернатор одесской области выразил мнение что действия главы страны приведут к экономическому кризису который спровоцирует развал страны на пять частей политик обратил внимание что в страну могут вернуться полмиллиона украинцев которые были в европе но теперь лишились работы в связи с этим саакашвили призвал власти страны подготовить налоговые льготы иметь четкую правительственную программу по снижению налогов по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию спустя неделю саакашвили заявил что страна не готова к экономическому кризису который неминуемо ее настигнет он отметил что у россии к примеру есть подушка безопасности в виде финансовых резервов в размере 600 миллиардов долларов благодаря этому страна может пережить низкие цены на нефть украину же ждет настоящие цунами считает саакашвили как отмечает в разговоре с газетой ру директор киевского центра политических исследований конфликтологии михаил погребинский в переговорах с мвф саакашвили не станет полезной фигурой я думаю что саакашвили сам предложил это зеленскому давай я займусь для начала переговорами с мвф и порешаю там все вопросы я там всех знаю на ты и с ними пилкин взмараули и так далее сделаю сначала эти дела потом займусь реформированием и борьбой с коррупцией не думаю что ему президент давал такое задание считает эксперт по словам аналитика позиция мвф по этому вопросу уже известно они ждут когда будет проголосован антиколомойский закон землю уже проголосовали и деньги дадут сто процентов вне зависимости от того будет там саакашвили или нет зато саакашвили будет рассказывать как он решил проблему с мвф резюмировал политолог экс-президент грузии судя по всему решительно настроен заняться именно экономическим сектором на украине по словам саакашвили он планирует разработать неординарные шаги для спасения экономики на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи